Обычно оживлённые улицы Москвы почти обезлюдили. Мало и пешеходов, и машин. Власти города призывают жителей по возможности оставаться дома. Руководители многих компаний перевели сотрудников на удалённую работу. С понедельника в столице на неопределённое время закрылись все фитнес-клубы, бассейны и аквапарки. Михаил работал инструктором в фитнес-центре. Теперь вынужден сидеть дома. «Все нам просто придётся тяжело пережить этот период. Это будет, естественно, такая яма финансовая, скажем, для всех, кто в этой сфере задействован». «Учитывая, что у нас трое детей, это вообще для нас катастрофа может обернуться. Это, конечно, для нас очень страшно. Ничего не предвещало, естественно. Никакой подушки безопасности у нас нет в этом случае. Поэтому сейчас не знаем, как быть дальше пока что». В России выявлено 438 случаев заболевания коронавирусом. Из них 262 случая в Москве и 35 в Московской области. Мэр столицы вводит режим домашней изоляции для нескольких категорий граждан. Он продлится с 26 марта по 14 апреля. Также 14 дней должны оставаться дома люди, вернувшиеся из стран, где распространяется COVID-19. Карантин обязаны соблюдать и их родственники. В Москве до 10 апреля запрещены все уличные мероприятия, в помещении не могут одновременно собираться более 50 человек. Также до 12 апреля закрыты все школы, в том числе и спортивные. Испания за прошедшие сутки зарегистрировала рекордные 539 случаев смерти от COVID-19. Новых заболевших – более 6300. В целом вирус выявили более чем у 35100 испанцев. То есть это вторая страна по масштабам распространения эпидемии после Италии. При этом большими очагами распространения коронавируса стали испанские дома престарелых. В них уже направили тысячи военных для проведения дезинфекции. «Например, сюда прибыло целое подразделение – около 35 человек. Они приехали в этот дом престарелых с насосами и в защитной экипировке». В Испании зарегистрировано около 5500 домов престарелых, в которых проживает почти 400 тысяч пожилых граждан. И все эти заведения, две трети из которых частные, теперь закрыты для посещения. Постояльцы оказались под угрозой, поскольку правительство распорядилось оказывать помощь заболевшим на местах, не перемещая их в медицинские учреждения. Больницы страны переполнены, поэтому это было вынужденной мерой. Впрочем, в самих домах престарелых, как и в больницах, не хватает оборудования и аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Более того, поступают сообщения, что персоналу не хватает защитных костюмов. Кое-где врачи вынуждены носить обычные, тряпичные самодельные маски. Где-то одноразовые перчатки используют многократно. Ещё одна проблема в том, что работники домов престарелых часто сами заражаются COVID-19, а некоторые просто не выходят на работу, поскольку боятся заразиться. В итоге, катастрофически, не хватает персонала. Недавно глава Центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон сказал, что увеличит масштабы тестирования на коронавирус, чтобы заражённые сотрудники не приходили в дома престарелых. Кроме того, он обещает изолировать пожилых, у которых был выявлен вирус. Президент США Дональд Трамп объявил, что обдумывает возможность открытия экономики страны сразу после того, как завершится 15-дневный строгий карантин. Это произойдёт уже на следующей неделе. «Америка вскоре снова откроется для бизнеса. Очень скоро. Намного быстрее, чем три или четыре месяца, как кто-то предположил. Мы не можем допустить, чтобы лекарство оказалось хуже самой болезни. По окончании 15-дневного периода мы решим, в каком направлении хотим идти. Определим временные рамки для открытия нашей страны». Ранее президент издал руководство, которое призвано замедлить распространение коронавируса. Оно включает запрет на нецелесообразные путешествия. Также в некоторых штатах экономическая активность почти полностью прекратилась. Это может привести к потере многих рабочих мест и к сильному спаду на фондовых рынках. Трамп предлагает возобновить производство в тех штатах, где заражённых мало, таких как Небраска, Айдаха и Айова. При этом ограничительные меры по-прежнему будут действовать в таких очагах распространения, как Нью-Йорк. В США зарегистрировано уже более 46 тысяч случаев коронавируса, смертей более 580. Дональд Трамп отметил, что вскоре в Нью-Йорке начнутся клинические испытания двух препаратов, сочетание которых показало хороший эффект. Это антималярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Кроме того, президент подписал указ, который делает преступлением складирование индивидуального защитного снаряжения, которое необходимо врачам, работающим с заболевшими COVID-19. Генеральный прокурор Уильям Барр сказал, что уже начато расследование в отношении людей, которые удерживают поставки и завышают цены. Речь идёт о тех, кто делает это в промышленных масштабах, чтобы повлиять на рынок в целом. Людям запрещено накапливать эти предметы в объёмах, которые превышают разумное количество для личного пользования либо бизнеса. Также это запрещено делать с целью продажи этих товаров по завышенным ценам. Между тем, американский Сенат пока не смог утвердить пакет финансовой помощи для поддержки американской экономики. Его объём должен составить 2 триллиона долларов. Республиканцы не смогли заручиться поддержкой демократов, которые утверждают, что пакет содержит слишком мало денег для штатов и больниц, а также слишком мало ограничений для большого бизнеса. Республиканцы, в свою очередь, уже обвинили демократов в попытке вести политические игры в условиях масштабного кризиса. Мужчина, машущий рулоном туалетной бумаги рядом с дорогой. Такую картину можно наблюдать в американском штате Индиана. Дэвид покупает этот ныне дефицитный товар и раздаёт его автомобилистам. И хотя ситуация не лишена юмора, но в ней нет ни капли иронии. Молодой мужчина хочет поддержать людей в условиях эпидемии COVID-19. «Многие люди запасаются такими товарами. Но это проблема, если они не достанутся другим. Не только бумага, но и лизол и другая продукция. Те, кому это на самом деле нужно, могут заразиться». А это цветочный магазин в Арканзасе. Здесь за 75 долларов продаётся роскошный букет из 12 рулонов туалетной бумаги. Флористы украсили её лентами и стразами. «Концепция та же. Есть зелень, букет стоит в вазе с водой и украшен лентами. Понадобились технические решения. Нам пришлось потрудиться, чтобы туалетная бумага выглядела красиво». В США первого больного коронавирусом выявили 21 января. С 13 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Закрыты школы и развлекательные заведения. Все штаты вводят ограничения в соответствии с местной ситуацией. В Миннесоте, помимо других мер, в домах престарелых запретили посещение. Но Чарли всё равно приезжает к отцу. Он ничего не нарушает, просто садится у окна со стороны улицы и разговаривает с папой по телефону. «Чарли – замечательный сын. Он приезжает к отцу каждый день». Чарли также хочет повесить напротив окна кормушку, чтобы его папа мог любоваться птицами. Звуки классической музыки разливаются по залу имени Чайковского в Москве. Российский пианист Денис Мацуев впервые выступает на концерте без публики. Но это не значит, что его никто не видит. Концерт транслируется через интернет. Его смотрят не только россияне, но и жители других стран. Московская филармония запустила проект «Домашние сезоны», чтобы люди по всему миру могли наслаждаться классической музыкой даже в условиях карантина. «Сегодняшний концерт я посвящаю всем, кто любит классическую музыку, всем, кому сейчас скучно дома или, так сказать, они переживают. Понятно, что кто смотрит сводки новостей или смотрит интернет, все находятся в нервном состоянии. Я всегда, когда нервничаю, я подхожу к инструменту, и все проходит сразу. Я знаю, что музыка лечит». Онлайн-концерты можно смотреть бесплатно. Музыканты выступают без гонорара. В простые времена музыка нас всех объединяет и дарит надежду на наше будущее. Трансляции концертов без публики продлятся до 10 апреля. Редактор субтитров А.Семкин